МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Тарасова. Это новости 24 Воронеж. Итоги. И сегодня, как всегда, в пятницу, мы готовы к обзору свежих событий и к разговору на актуальные темы. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Разгрузили проблему. В вопрос об эвакуации автомобилей на штрафстоянку внесли некоторую ясность. Но, видимо, будет продолжение. Можно сказать, законный подарок получили под Новый год наши автолюбители. Облдума на этой неделе внесла важную для автовладельцев поправку в закон о порядке перемещения транспортных средств на спецстоянку. До сих пор при эвакуации руководствовались коллегиальным решением, озвученным Воронежским ГИБДД в конце октября. Видимо, к этому времени уже просто назрела необходимость отреагировать на жалобы водителей, которые безуспешно пытались спасти свое авто от эвакуации. И тогда, напомню, было решено. Пока автомобиль не стоит всеми четырьмя колесами на платформе, его можно забрать. Но устной договоренности было явно мало. И вот теперь, что отрадно достаточно быстро, в законе закреплена соответствующая норма. Возмущений было очень много. Сегодня при наличии владельца у машины, машину эвакуировать нельзя. Человек должен только быть оштрафован. Мы сегодня определили тот момент, что такое начало эвакуации. Чтобы не было никаких разнощений. Теперь законодатель разъяснил, что началом эвакуации транспортного средства существует момент, с которого эвакуатор с автомобиля тронулся с места эвакуации. То есть до этого момента водитель, увидев, что его автомобиль эвакуирует, обратившись к инспектору ГИБДД, сможет возвратить свой автомобиль. Кому явно не выгоден этот законодательный процесс, так это эвакуаторщикам. Дело в том, что перевозкой машин на штрафстоянки по договору с ГИБДД занимаются коммерческие фирмы. Ежедневно в Воронеже эвакуируют в среднем по 100 автомобилей. Их владельцы оплачивают эвакуатор в оба конца, независимо от того, где он находился до этого. Приехал с собственной базы или был недалеко от места нарушения. Платят в расчете 102 рубля за километр. Плюс 20 рублей в час за пребывание на штрафстоянке. Кто же захочет терять такую выгоду? У нас, к сожалению, создается впечатление, что балом правит далеко не инспектор. Хотя он должен выбирать места, он должен выбирать объективно мешающие автомобили. Еще вот очень важный будет момент прописан, что эвакуации будут подлежать только те автомобили, которые действительно мешают движению. А не просто то, о чем мы говорили, такие места, как Московский проспект, или вот у Юбилейного из-под знака эвакуировали. Ну какая там пропускная способность? Там тупик, реально тупик. Здесь немного еще есть другой, второй вопрос. Надеюсь, им все-таки займутся. В законе Воронежской области говорится о перемещении транспортных средств на спецстоянку, на ближайшую спецстоянку. Но почему-то на ближайшую никто не перевозит. Вы думаете, намеренно делаете? Я не знаю почему, но скорее всего намеренно, мои предположения, потому что это прибыльно. Он может приехать к торговому центру Московский проспект с Острогольской эвакуатор и эвакуировать автомобиль. Там гораздо больше километраж, соответственно, это и в деньгах гораздо прибыльнее. Активисты движения «Дорожный контроль» досконально изучили эту тему. Причем изучили на конкретных случаях из жизни простых автолюбителей. Вот и неувязочка с перемещением на более дальнюю стоянку обнаружилась, когда один из воронежцев, что называется, попал на 4000 рублей. Сейчас его жалобу уже рассматривает прокуратура. И как знать, возможно, этот случай станет толчком к дальнейшему урегулированию процесса. Дорожный контроль ждет ответа. А еще ждет принятие поправки об обязательном нахождении инспекторов при всем процессе эвакуации. А сейчас общественники отмечают вот такую закономерность. Когда прописали, что можно забрать автомобиль, до тех пор, пока только всем четырьмя колесами не стоит на площадке, человек подходит. Инспектора нет. Он сидит в машине, которая его перемещает, скажем так. Ну, это отдельный вопрос. У нас в роликах он освещается. Ладно. Человек подходит к эвакуаторушку, мол, мне забрать, он все вопросы к инспектору. И продолжает грузить. Пока человек идет к инспектору, инспектор, извините, она уже четырьмя колесами стоит. Вот такая вот ситуация. Так что на этой ниве для наших законотворцев еще много простора. А вообще, хорошо бы принять закон против хитрости. Ну, или закон о честности. Кому что нравится. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok